Сегодня мы собрались по одному вопросу, ну и потом рассмотрим ряд некоторых вопросов, которые хотели бы задать жители города Сосинского. Но в основном это на сегодняшний день наболел один вопрос, то есть по городу Сосинскому идут слухи, что закроют поликлинику в городе Сосинском, закроют стационарный центр в больнице города Сосинского и даже слухи ходят, что закроют поликлинику на заводе. Не могли бы вы прокомментировать нам, вы как два, скажем, сегодня лица ответственных за это, вы как главврач района, а Ирина Георгиевна как главный врач Сосинского, то есть могли бы вы пояснить нашим телезрителям, какое будет будущее у нашего города Сосинского, то есть поликлиники, больницы, ну и ряда других вопросов, аспектов, которые мы потом зададим. Ну, во-первых, всем добрый день, рады видеть, и в общем-то, конечно, спасибо нашей прессе, нашим СМИ за такую встречу, но, конечно, единственное, что это быстро, неожиданно и экстренно, вот в таком порядке, и может быть это и хорошо, что у нас не было времени особо подготовиться, но попробуем поэтому объяснить все не с позиции документов сегодня, потому что мы заметили, мы приехали без ничего, а поговорить, наверное, чисто на уровне беседы. Да, что обстоит, да, действительно, идет объединение Козийской больницы и Сосинской больницы. Хотя звучит очень так многословно, главный врач района считается, по логике вещей я главный врач Козийской больницы. Ирина Георнина много лет возглавляла Сосинскую городскую больницу, это как бы было единое, отдельное юридическое лицо. К большому сожалению, сегодня требования времени, они требуют вот такого сегодня объединения. юридического, потому что, по всему прочему, на следующий год, 1 января, мы переходим из системы муниципальных учреждений в государственные. Что касается наших пациентов, коснется ли это объединение ухудшения медицинской помощи и как оно может отразиться на обслуживании медицинской? Я думаю, что вас волнует в первую очередь эти вопросы. Конечно. Это никаким в худшую сторону не должно привести и не будет. И направленность вот этого объединения как раз и предусматривает возможность улучшения доступности медицинской помощи. О том, что закроется париклиника, об этом разговора нет. По сути дела, не ликвидируется, не сокращается здравоохранение города Сосинского. Оно сливается в юридическое лицо. Это чисто номинально. Что касается медицинского обслуживания, оно ни в коем случае не ухудшится. Париклиника остается париклиникой. По сути дела, любой из вас, кто обращается, если я буду неправа или что-то, Ирина Георгиевна меня подправит или добавит. Я думаю, что мы работаем вместе, и поэтому, может, что-то я неправильно скажу, Ирина Георгиевна меня подправит. Потому что она много лет здесь поработала, и ее мнение для вас должно быть значимым. Что касается медицинской службы амбулаторной, в настоящее время она сегодня у вас в основном осуществляется участковыми педиатрами и участковыми терапевтами. Как они у вас работали, они у вас так и останутся на участках работают. Что касается узких специалистов, ну, к большому сожалению, медицины сегодня узких специалистов не хватает во многих больницах. Поэтому, наоборот, здесь идет усиление наших возможностей. То есть, вы знаете, что врачи узких специалистов зачастую приходится ехать в Казейскую больницу. Здесь мы планируем, чтобы... Это единый комплекс, да? Поэтому, наоборот, мы спланируем, чтобы врач-лор, врач-акуризм, врач-дерматоминеролог, какие-то другие узкие специалисты по необходимости, согласно графика совместного. Будем смотреть или раз в неделю осуществлять здесь прием, или раз в две недели. В зависимости от потребности. Но здесь уже может определить лучше администрация Сосинской больницы. Потому что по востребованности населения, правильно? Что касается диагностической базы, она у вас есть. Как-либо ее менять, ее никто не собирается. У вас хорошая рентгенологическая база, у вас хорошая ультразвуковая. Единственное, значит, там решается по нагрузкам. Это мы, думаю, здесь решаем уже на уровне Елены Георгиевны, меня и наших экономистов при расчете.